Первый пистолетный БИГ как раз разыграет у нас в защите. Атака от Фурии Академи, и она направляется по точку Б. Ну, решили не удивлять. Банально проаркадить базу Б. Либо это будет сплит-выход. Да, 2-2. Ну, скорее всего, будет 3-2. Куда отправится третий пока что вопрос. Пирья. Первый минус есть. Забрал Гуэйвуда. Праймтапс отвечает минусом по Ниндзе. Аква с коннектором. Спину Пирью ликвидирует. Ого. Но все же бразильцы на разменах ситуацию выигрывают. В свою пользу. Остался последний капитан в коннекторе. Там пытается дергать его один игрок команды Фурия. Это не получается в итоге у Зимби, который выехал слишком далеко. Но Дисенти дальше действительно не пройти на болото. Хороший такой прямолинейный, простой, но главное эффективный раунд от бразильской пятерки. Поставили бомбу еще там, подзаработали под концовку раунда немножко. Ну, и мы отметим, конечно, Дисенти, который хорошо вышел на точку, разменялся сразу же. Ну, и потом последнего тоже ликвидировал. Хороший старт. Да, уверенный. И радует то, что бразильцы не изменяют своему стилю. Быстро, динамично, максимально агрессивно. Ну, и при этом все это сопровождается хорошей стрельбой. Что придумает БИГ? Кстати, а вот статистика убегов по пистолетным раундам, там, по-моему, катастрофическая. Они проиграли пистолетки практически все. Вот я чисто по наблюдениям, без статистики, но вот реально все, что на моей памяти. Первый пистолетный раунд проигрывается, наверное, в 100% с лучшим. Значит, форсы берут, раз у них так все неплохо в итоге заканчивается. Ну, мы уже не раз обсуждали то, что БИГ, ОМАН АКЕДЕМИ – это очень скилловый состав. Мы с ними, конечно, не так давно познакомились. И сейчас они вполне логично выступают фаворитами любого матча. Но после вчерашнего, конечно, заставили нас задуматься. То, что они сыграли там против Fnatic Ryzen 6.16 на карте Inferno, совершенно ничего не показали. Но, с другой стороны, выпали все там. И то, чтобы Aqua, да и все остальные сыграли не в свою совершенно. А тут вот в раунде все уже получается у команды FURIA Academy. Пока мы с тобой общались, Зик пропушил дроп, забирает прайм-тапса. Ник Зай пытается играть на размене, не получается за колонной. Здесь раскрутится Лапикс за плентом. Да, попытка зацепиться хотя бы за минус. Нинжас находит дропа. Будет ли второй? Нет. Нинжас выигрывает эту перестрелку. 2-0. С потери одного игрока команда FURIA забирает форс соперника. Теперь только пистолетово B.I.G. Да, приятный старт для бразильцев. Почему? Потому что тоже у них не так все гладко в последнее время. Первые два матча они выигрывали. Причем кого там обыгрывали? Это Astralis Talent и Maus NXT. Что, в принципе, пока самое большое достижение этого состава. Но, с другой стороны, мы помним о том, что команда проигрывала FNATIC и ВПП. Давайте послушаем TeamSpeak B.I.G. Да, экономический раунд. И вот как раз таки достается нам немецкий коллектив. Фирас! Фирас! Нейд монстр. Нейд монстр. Флэк флэш. Флэк. Нейд монстр. Нейд монстр. Нейд монстр. Нейд монстр. Ну, спокойно. Все спокойно, это эко. Понятно, что многого ребята не ожидали, особенно в таком стаке. Переехали их за монстрами игроки команды Фури Академи. Ну, отмечаем, как сыграли бразильцы. Вот знаешь, они добежали до красной линии, вот куда должны были залетать гранаты, на тополе. Немного выдержали паузу, отождали вот этот утилити дэмэдж, который залетал со стороны бегов, и дальше пошли, разобрались. И теперь что получается? У нас бразильцы решили, раз получается B, значит будем пока что туда ходить, пока первые не примут противники. Ну, и сейчас у них довольно много шансов, там стак неплохой, нигзея, аквы не дали выйти. В итоге через смоки вышли без флешки вообще игроки. Атаки всех удивили здесь, и так вот скрывается B-Plant. Вау! Да, хорошее решение получилось. Забили на все гранаты, которые могут полететь по опорникам, там уже хелпа закрыта, PrimeTabs не может выйти, правда, с граффити, наверное, будет пушиться эта позиция. Флешки полетели, дроп пока что под девяткой, отвечает за эту же позицию Ninja. Ну, все, закрыто, авик перетягивается, у Лапекса даже не было шанса по кому-то пострелять в этом раунде, потому что Смок встретил на девятке. Вау! Фурия вначале, конечно, удивляет нас, но с другой стороны даже тренер. Которые вот говорили перед матчем, что ну а как еще будут играть бразильцы, они будут так выходить, выламывать вас, что ли, там в любой позиции скручивать. Ну, видишь, вот есть некая гибкость, которая присутствует, то есть не просто проаркадили, да, могли бежать без установки, здесь был холодный расчет, здесь был Смок от соперников и контактный выход в дым. Вот знаешь, что мне единственное не понравилось в защите бегов? Два игрока пытались залезть на текстуры. Да-да-да, тут не хватило, конечно. Аква понял потом, наверное, он слышал в конце, правда, уже своей очень краткой жизни в том раунде о том, что нужно, наверное, спрыгнуть и как-то встретить, учитывая, что начали топать ребята из команды Fury Academy, но пока все четко. Агрессия у них на топ-уровне 4-0. И тут же пауза от B.I.G. Omen. Сейчас тоже было бы интересно послушать, о чем они общаются, потому что ну совсем уж не задался начало оверпасса, не задался вообще и пистолетный раунд, и первый девайсный в итоге. Но с другой стороны, хорошо, что не пошли они до конца и могут сейчас в 3-девайса встречать. А может быть там что-то еще полетит, какой-то дроп, и смогут тот же АВИК встретить где-то на центре. Было бы неплохо Лепексу в этом матче раскрыться, потому что мы постоянно говорим одно и то же. Вот Лепекс, Лепекс, IGL, АВП, но так, чтобы много было попаданий именно со снайперской винтовки, то нет. Ну вот он поджим шаров, попытается в АПЕКС разыграть снайперскую винтовку. Промах ЗМБ с АК-47 спокойно выключает ингейм лидера команды B.I.G. Да тут вообще просто без шансов. В Акву тоже забрали. 3-5, максимально провальное начало, с учетом того, что бразильцы при этом потеряли только 2-4% здоровья у товарища Дессинти. Да, и снова минус АВП. Ой, подсадка тоже не работает. Прайм-зап тапса его тиммейта на точке B, и сейчас Фурия никуда не поспешит. Почему? Потому что, ну, 2 на B точно, так что не стоит, наверное, выходить. А тут еще и коннектор включился. Глейвы даубили, ну и можно сейчас быстро выйти на точку A. Почему? Потому что там уже ЗМБ находится, который все это время медленно, уверенно проходил к банку. И сейчас никому из команды ОМА не даст перетянуться. Никзай неплохо сработал, но уже ребята понимают, что бомба будет на А. Так что стоит задуматься о сейве, особенно с учетом того, что один игрок красный. 11 хп у прайм-тапса. Да, наверное, попытаются подобрать снайперскую винтовку, но она слишком далеко. Очень-очень далеко. И там стоит кто это? Пирес, по-моему, да. Будет охранять снайперскую винтовку. Возможно, заберет ее для ЗМБ. Но опять-таки же пока что и без АВП у бразильцев все получается. И стоит ли брать то самое АВП? Ну, почему бы и нет. Но тут не АВП, конечно, мы будем рассуждать. Потому что пока врасплох ловит своих противников Фури Акедеми. Тоже странно достаточно, учитывая, что и мы видели, как Фури играет. И Бейджи тоже, наверное, демки смотрели. И понимают, что это команда, которая любит на плюс-в гонять у нас. Но пока в этой стихии получается себя проявлять бразильцам. Занимаются зоны. Мы видим, что точка Б вообще работает в каждом раунде почти. Но только сейчас они были вынуждены выйти на АП, просто потому что там никого не было. Но это больше, наверное, вопросы к Бейджи, как они отыграли, как они вообще угадывали потом. Но сейчас чуть ли не второй тайм-аут нужно ставить для того, чтобы еще пообщаться больше. Ну вот хваленый Аква пока что отыгрывает далеко не лучшим образом. Первый минус сделан был в пистолетном раунде. Дальше все раунды без какой-то результативной активности главного бомбардира команды БиАйджи. Не хотелось бы, чтобы он попал под прицел этого позитива общего, потому что о нем все начали писать после второго дня, что это однозначно лучший игрок начала vplay Academy League. Но, с другой стороны, это, наверное, еще больше давление на него создает. И мне бы не хотелось, чтобы это так было, чтобы он все дальше копал, потому что первые два дня были просто без уважения к противникам. А знаешь, это неизбежная ситуация. Как только ты начинаешь убивать, делаешь это, как в случае с Аквой, три игры подряд, появляется некая стабильность, сразу же на тебя обращают внимание, сразу же появляется давление. И вот насколько быстро адаптируется Аква, как будет справляться с подобными ситуациями, зависит только от него самого. Да, обычно здесь два пути. Это или раззадорит, или наоборот будет скован надействовать игрок под таким прессом. Тут дроп находит прайм-тапсы. Даже это не получается сейчас у команды защиты. Посмотрите, это выпад на клумбу под флешку. Но бразильцы к этому готовы. Дальше клейвы тоже никого не забирают. На длине там повело прицел вообще на руле. Выезжал на диссенте, который оформляет уже второй минус в этом раунде. Два, уже три, на пять. И какой выбор? Лапекс вообще вне позиции находится с АВП. И снова сейв. Что происходит вообще с ОМАН? Да. БАГ. Максимально провальное начало. И вот в этом раунде отмечу, что все три игрока, которые получили вот эти возможности перестрелки. Ну ладно, два последних. Это Гвейвет и Лапекс. Два этих парня. Были, наверное, больше в приоритете. Но вот позиционирование прицела у Гвейвета мне не совсем понравилось. И снова АПЕКС промахнулся в ситуации, в которой снайпер должен попадать, наверное, 100 из 100. Да. Ой-ой-ой, какой старт, друзья. Вы ожидали такого вообще от фурии в первую очередь? И, судя по всему, оверпасс любят, ребята, играть. Не всегда, конечно, получается выйти на любимую свою карту, исходя из того, что у нас бест оф один, и вы сами понимаете. Но, с другой стороны, Би и Джи не могут никак подстроиться под соперника. Видим постоянные какие-то полпозиции, что ли, как это еще можно назвать. Выпад, ладно, от Прайм Тапса, но вот то, что Глэйв так в соло пошел чекать центр, я так понимаю, что он хотел, если что, зайти в спину. Но, с другой стороны, фурия – это тоже не промах. Они знают, как нужно перетягиваться. Они стримглав не понеслись как-то там после первого фрага на точку А. Они сыграли очень круто. Они понимали, что длину могли занять противники, так что ее тоже нужно отработать. Хороши сегодня. Это фурия. Хороши, да. Все-таки много сейчас ребята играют, наверное, в КС, потому что находятся в Киеве. Все дороги открыты к европейскому контра-страйку. И показывать себя, конечно, нужно здесь и сейчас. Так, я так понимаю, еще один тайм-аут у нас был. Интересно. Это Big Academy брали паузу. Либо все-таки это фурия общалась и подумали, так, надо что-то… Мы слишком уверены. Парни, что происходит? Как так? Да, все в минус играют сейчас из B.I.G. Нет даже героя, который бы выступил в защите для того, чтобы взяли они свой первый раунд на оверпасс. Аква играет на зиге. Флешка была для коннектора, но под нее там никто не играет же. И разве что Glavet спустится, да, но там были молики. Аква отгоняет. Флешка хорошая уже от бразильцев. Glavet на коннекторе. Замечает одного там дроп. Никто на него не смотрит. Почему-то двери же нет. И об этом, наверное, фурия у нас не понимает. Не видели они, что дверь взрывалась. Но благо никого не потеряли в этой перестрелке. Еще одна флешка залетает на болото. Четыре игрока слепые. В целом мы видим, насколько прямолинейно играет бразильская команда сейчас. Подсадка еще. Флешка была. Праймтапс отпускает после падения 10-ти. Но дальше размен дропа. Но Ник Зея никто не прочекал. Он был за монстром все это время. Остается только Пирия и Зиэмби. Так. Но есть шансы, на самом деле, после этого фрага. Там еще Молик летит под ноги к Акве. Ой-ой-ой. Пирия наказывает Акву. Два в два ситуация. 50 секунд в распоряжении Фурии. Ну вот можно не торопиться. Ну вообще уйти. Там сверкать пятки должны, наверное, потому что понимает, все перетянулись на эту точку. Ой, как красиво играют Биги. Да, Ляпи. Под шифтом вдвоем оформляют этот поджим. Пирию должны забирать. Да. Капитан делает два важнейших минуса. И в итоге Би-Ай-Джи размочили счет на оверпассе. Да, тут довольно странный последний момент, наверное, был с точки зрения того, что убивали коннектор. У нас ребята из команды Фурия там был же игрок. И почему-то решили не смотреть в этот смок. И тут перенимает решение классное капитан команды выйти. Действительно, после первого минуса этого было уже понятно, что будет дабл пик. И разве что какая-то халява залетает от пирия. Но благо для команды Би-Ай-Джи Омэн Академи до этой халявки дело не дошло. Первые забрали себе, поздравляем их. Ну и с другой стороны у Фурии очень много денег. Я только сейчас посмотрел на бабки. Да, уронить такую экономику будет крайне сложно. Надо брать солидную серию раундов. Но к этому моменту, кстати, луз-бонус будет очень большим. Так что Фурия при правильном просчете может закупаться. Ну, это если будет проигрывать, конечно. Но практически конца. Итак, давайте смотреть, что на этот раз. Глайвыд в подвале. Здесь без сюрпризов. Проверят ли бразильцы. В Апекс тайминги. Ой-ой-ой. Ну, Глайвыда не прочекают на коннекторе. Наверное. Там никто не смотрит вообще эту точку. Почему? Вопрос. К Фурии, конечно. В Апекса, правда, не отпустили. Прайм-тапс. Ой, за Моликом никого не видел. В итоге дроп его закрывает. Три в три. Ну и будет попытка вскрыть позиции Апланта. Здесь, кстати, нет никого. Молотов не попали. Только что Фурия. Это позволяет Никзею подойти еще ближе. Но с Маками будет все закрыто. Молик полетел также в банк. Бомба пока не устанавливается. Будет, наверное, на банк ее ставить товарищ Дроп. Ну и сейчас было бы неплохо этот самый банк выбить. Или вообще не играть против него активно. Тут выход через Мак. Молик побежал у нас Никзей. Глайвыд уже там окажется. Но, правда, через секунд десять, наверное, потому что нужно уже под шифтон двигаться. И как же удивить этого Дисенти, который смотрит на тебя, понимая, что ты выйдешь отсюда и никакого кредита не получишь. Дроп последнего тоже забирает. И как же разваливается в этой ситуации БИГ. Знаешь, я смотрю на Фурия, как они действуют. Вот они просто гуськом все вместе ходят, просто пять человек. Есть, конечно, просчеты в этих моментах. То есть нет игрока, прикрывающего тыл. А так, да, и это получается. Знаешь, они как единый организм, который пытается действовать максимально близко и контактно. И это то, что приносит результат. Да. Казалось бы, вообще на самом деле провал был в этом раунде от Фурия. Потому что вот выходящий игрок, который тушил двух на коннекторе, а потом у тебя прайм тапс на пленте. Но прайм тапс на самом деле там не должен был погибать ни в коем случае. Потому что противники еще не выходили на точку, можно где-то закрысить еще. Как-то угол вырезать и убить кого-то одного-двух, может быть, дождаться уже поддержки тиммейтов. Но мы видим, что БИГ тоже довольно много ошибаются, спешат. Даже когда у них неплохой размен. Я вот знаешь, что заметил? Что отсутствует полностью какая-то комбинаторика у игроков защиты. То есть вот Глэйвот и... Ой-ой-ой! Аква! Аква! Просто в пузо с дигва каждому по два патрона. Выключает троих бразильских игроков. Два в четыре ситуация. Выбита бомба. Все это под контролем игроков БИГ. Ну что, смогут разыграть? Бирья. Бирья, получается. Аква, правда, нет там. Лепекс забирает ДМБ. Ну, у Бирья мало шансов на взятие этого раунда. Учитывая, что осталось после перестрелки на коннекторе 12 хп. Но что произошло с Фурией в этом раунде? Конечно, тоже мы можем вернуться к энциклопедии правильного контрастрайка. Что ты против пистолетов, ну, возможно, даже форса какого-то не играешь особо в большом количестве в коннекторе. Но это не о Фурия в этом раунде. Они здесь погибли. Только что показательный момент был. Вот по таймингам Пирья подходил к лестнице. Аква моментально развернулся. То есть есть четкое понимание. Ну и еще один показательный. Лапекс уже контролирует как раз-таки спуск на лестницу в подвал. Голова. Пирья выключает Лапекса. Есть мочок. Хороший молотов, конечно. Аква играет под смок, подгорает. И это слышит Пирья. Дальше хае будет. Ну и как выйти сейчас? Рандомить что ли? Найти кого? Нет, не получается найти оппонента через смок. Аква минус 4 в этом раунде. Поработал на то, чтобы команда наконец-то вышла на второй. Хотя изначально проблема. Вот смотришь на ЗМБ. Вроде как все окей. Так займите центр, сыграйте с дистанцией. Но нет, это коннектор. И для Аква это лучшая позиция, чтобы сделать эти минусы с Дегла. И вот его стрельба тоже показалась. Наконец-то вот он почувствовал кровь. Вот хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы парочка хачотов залетела. Опача. Ну вот так вот в беги начинает карта оверпасс. На Чили. Они, наверное, не ожидали такого сопротивления от Фури. А Фури умеет и грызаться. Пока на Чили, да. Наш англоязычный коллега, аналитик данного чемпионата. И придется поработать сейчас в команде БИГ для того, чтобы укрепить успех. Учитывая экономику своих соперников. ЗМБ снова. Почему снова? Потому что это уже дважды происходит. Выходит на ЗИК, убивает одного из опорников точки Б. Благоник. Зей не отпускает обидчика тиммейта Хаешка. Это прям под ноги. Так. Занятие коннектора. Сейчас будет выход на центр от бразильской команды. Глэйва тем временем чекает болото на точке Б. И, возможно, даже будет поджиматься. Опасается подсадки. Ее, конечно, не будет. Так что, возможно, Глэйвит еще и рано окажется в коннекторе. Или пойдет вообще в монстр. Ник Зай помогает. Кстати, это классный колл поджаться в эту позицию, чтобы собрать еще больше инфы. Да, согласен полностью. Итак, в Апекс. Снайперская винтовка. Опять-таки же проверка на прочность. Игрока команды B.I.G. Подсадка у бразильцев на длине. У Апекс пропускает абсолютно все позиции. Заметил, не убил. Ну, это уже какой-то мем. Ну да, там должен был все-таки делать фраг еще и прайм-тапс. А там надо было отдавать, наверное, этому Авику, которого закидывали. Лэйвит. Нинджа с какой хэдшотом заставил противника, конечно, не то чтобы уйти, а улететь в следующий раунд. Лэпекс и Никзей остались, но по Никзею тоже может уже быть информация. Нинджас, а что происходит? Почему у нас не было реакции на этот выход? Такое ощущение, проспал вообще эту ситуацию. Или завис? О, да. Обидно, досадно. Ну вот за серию раундов B.I.G. пока что зацепиться не могут. Точечно забирают какие-то раунды. И это основная проблема. Складывается ощущение, что у B.I.G. тяжелые руки. Потому что какие-то фраги, которые они должны делать, они просто не могут реализовать эти позиции. Вот Лэпексу, конечно, здесь надо сейвить, но за ним уже пустились, за ним выехали. Ну, эксид-фраги хорошо получается делать у Лэпекса. Было бы неплохо еще энтри находить. Дай просто на размен сыграть, как это было только что на А. Что-что, туалеты он должен был убивать, учитывая, что противники даже не смотрели на него. Много движений, лишних в итоге получается. И сейчас, наверное, будет пауза, судя по общению активному наших участников. Да уж Глэйвит говорит, что-то парнящий не идет. Не попадаю. Не убиваю. А вот у Фури вроде бы все в порядке. 8-2. Первая половина уже в кармане. Останавливаться точно не будут. Ну и, собственно, тайм-аут. Или это не тайм-аут? Ну, вроде бы не тайм-аут. Да, вылетает один игрок. Но нужно перезайти, наверное, Тугукс. Тренер. Опытный турецкий игрок, который выступал у нас еще в разных версиях Counter-Strike. Он сейчас старается как-то помочь своей команде, пока заходит там пятый игрок. Надо просыпаться. Это уже, по сути, мы с тобой вот смотрим. Очень активные раунды. У нас мало. Фурия ползает по карте. Но в целом уже 8-2. Да, и пока что не видно света в конце туннеля. То есть вот хотелось бы за что-то зацепиться. Где-то увидеть вот эти лучики. Что вот он верный раунд. На самом деле, вот если вспомнить, какие раунды забирали Би-Айджи, то все это настолько максимально неоднозначно было. Да, там даже где-то Фурия сама заливала. Где-то вот они неуверенно сыграли тот же раунд с коннектором. Запомнили мы. Записали в наши блокноты как то, чем не стоит заниматься против пистолетов и арморов, а именно идти вторьем, вчетвером в коннектор. Это всегда приносит слишком много хаоса. И в этом хаосе защита может для себя вынести девайсы и вообще, в принципе, отрезать перетяжку какую-либо. Ну, знаешь, все-таки, мне кажется, можно ходить и все равно в каком раунде. Просто как ходить? Вот это вопрос. То есть конкретно в этом моменте абсолютно никто не смотрел выпад из дверей. То есть они просто рассчитывали на то, что никто там не появится, а Аква сыграл, скажем так, максимально непредсказуемо для них и застал врасплох. Аква устроил свою дискотеку на коннекторе. Ну, ждем от него еще больше позитива. Ляпекс, надеемся, тоже будет попадать, потому что к нему, наверное, больше вопросов как к кингейм-лидеру, как к снайперу. И в целом у нас есть в этом плане ребята, которые сильно выделяются во время Academy League. Тот же Регали, о нем тоже Митя Хуч рассказывал в аналитике, что это опытный парень, который уже имеет действительно какие-то Регалии свои, наверное, локальные более на Тир-2, Тир-3, Контра-Страйки, но тем не менее есть ему что показать. Но за Регалии мы еще дальше посмотрим. Кстати, после этого матча нас ждет противостояние тоже интересное. Это Маус, NXT и Na'Vi Junior. Это очень важно. Почему? Потому что если Маус у нас как-то более-менее стабильно еще себя проявляет, то есть они если выигрывают, то близко, если проигрывают, то также плюс-минус, то Na'Vi себя зарекомендовали как команда, от которой ты даже пока не знаешь чего ожидать. Сегодня может быть как салат, там полный просто, все полетит у Моноси и Ункера и компании. А может быть наоборот проблема. Назовем это киберспортивной биполярочкой. Да. То есть где-то действительно очень сильно. Видно, что от карты, наверное, зависят они, да? Карта сторона, мне кажется. Потому что Ancient против Virtus.pro был показательным. ВП в первую очередь сами ничего не могли придумать в атаке. А вот в защите у нами получалось абсолютно все. Итак, давайте смотреть. Возвращается Nixie. Ну и, собственно, готовы продолжать. Фурия набирает раунды в атаке. Насколько это получится в данной ситуации, пока что вопрос. Но, видим, расстановка достаточно интересная. Два игрока проходят по длине. Три контролируют поджимы с базы B, центра и, наверное, подвал. И, наконец-то, широкая на широкую тут у нас раунд. Почему широкая у Фурия? Потому что чуть ли не впервые они разбрелись почти по всей карте. И, наверное, это будет фейк. Под А там два человека, которые готовы раскидывать. Земли и Дисенте пройдут. И тем временем бомба-то выйдет на монстр. Интересный новый раунд от бразильцев. Так они еще не играли. На пряги там пойдут по А. А тут под шифтом подходит монстр. И там за него отвечает только один боец Ник Зейн на бочках. Я даже подумал, что это, возможно, будет двойной фейк. Проспал Prime Tabs. Выпадал Дисенте. Ой-ой-ой, рассыпалась. А база. Все, все, все. Лапекс на размене забрал Зейн Би. Ну и выход на абсолютно пустую базу B. Установка бомбы. Привет, пацаны. Да, жестко. И почему-то первого у нас выходящего игрока атаки никто не читал, не слышал, не убивал, не встречал. Это довольно странно, что ли, если не сказать иначе. Лапекс последний. И в этом амплуа, не в снайперском, конечно, а в человек, который сейвит снайперскую винтовку, мы видим его довольно часто, чуть ли не в каждом раунде. И в этом тоже, наверное, получится. Хотя Фурия тоже по всей карте там пытается прочесать, чтобы найти. И не отдать уже ничего, у нас снова вылетает или выходит Ник Зей. И, наверное, будет очередная пауза. Что-то там не получается у команды Биг. И не только по игре. И, наверное, это тот самый парень с пистолетом, который был. Это и был Ник Зей. И снова не было информации никакой о том, что это выход на А, потому что он находился ближе. Ой-ой. Так, ну ждем скорейшего выздоровления Ник Зейн. Интернета, скорее всего. Да, проблемы его уже достали. Второй раунд подряд вылетает. Надо что-то с этим делать. Подключить второй интернет. Отдать компьютер напарника. Ну там, опять же, еще такая история. Я слышал о том, что вроде как хотели ребята собираться вообще на буткемп. И, наверное, некоторые из них могут находиться где-то рядом. Но с одним человеком было непонятно до последнего, приедет или не приедет у команды B&G Academy. Ждем. Может быть, конечно, соберутся они еще, если этого еще не делали. Но так смотришь, вроде как камера у всех своя. Ага, видишь, как он. Да. Погибал. Видишь, в итоге на него два выхода. То есть это B и сейчас тоже. На точке большинство не справилось. Печальное событие. Никто не хочет, чтобы это происходило. Особенно болельщики в чате. Команды B&G, Omen Academy. Я надеюсь, есть у нас такие ребята. Напишите. Они уже максимально в шоке. Сверхуверенное начало. Разгромили команду Na'Vi. Обыграли MoSports. Кого еще били? А, и Astralis обыграли B&G. Да. Да. И, собственно, вот такое падение. Fnatic Rising, Fury Academy. Две провальные первые половины. Первая против Fnatic на карте Inferno. Там в защите вообще не сопротивлялись. Тут точно так же. На оверпассе, в защите. Ничего не получается. Перехвалили мы B&G. Ну, есть такое. Мне страшно уже посмотреть на наши прогнозы. И в том числе на сегодняшний день. Потому что я так не угадываю жестко. Но я даже этим горжусь. Ладно бы, знаешь, у нас были основные составы. Тогда бы расстроился. Почему я не угадываю? А здесь, наоборот, я рад. Я счастлив, дорогие друзья. Что я могу ошибаться. И что команды, которые сейчас выступают у нас во время Академии Лиги, могут удивлять и говорить о том, что, Саша, ты не прав. Саш, тут не ты один. Тут, по-моему, там все. Все опрошенные в сегодняшнем игровом дне в первом матче выбрали команду B&G. Да? Надо посмотреть еще. Единственный, кто в аналитике сказал, я за фурию. Причем делал это, вот знаешь, как делает Саша Петрик. Возьму аутсайдера, там коэффициент больше. И если победит, это будет максимально приятно. Короче, Сакура, лидер, Шоквейв. А ну-ка ты, сюда иди. Возможно, человек что-то знает, действительно, у нас сидящий в аналитике. Спрашивайте, если что, у него, кто будет побеждать у нас. Как он забатил дядю Митю, говорит, я тебе отдаю абсолютного фаворита в этом матче. Но где-то так и было. То есть вот до матча представить, что будет все двигаться на оверпассе по такому сценарию, я лично не мог. Да. Да, я вижу, что все выбрали у нас B&G. Дальше два человека выбрали Na'Vi. Это Тоня и Уха. Ну, Мауза просто были стабильнее. Вот и все. Поэтому большинство пока что за них болеет. Ну, не болеет, а выбирает их просто. Это хладнокровно нужно понимать, что мы не занимаемся здесь ставками, а просто прогнозируем. Выбираем своего фаворита. Выбираем фаворитов, потому что мы-то смотрим каждый день тоже очень внимательно за тем, что происходит. И та же Фури, особенно после вчерашнего матча против тех же ВПП. Я, конечно, понимаю, что они проиграли с отсчетом 14-16, но все же слишком неуверенно смотрелась эта команда на вертига. Но с другой стороны, понимаем еще раз, что раз система Best of 1 Round Robin, то слишком многое зависит от карты и от стороны. Потому что мы видим часто те же команды, как Фурия за атаку, там любители набрать раундов. Или есть у нас чисто ориентированные на КТ, такие как Фнатик Райзен, те же могут реально там выступать хорошо. Да и Мауз тоже в этом плане неплохо себя показывали. Так, ну что, Тугукс, настало твое время. Заходи. Ой-ой-ой. Тугукс в свое время, да, неплохо играл. Ну, я думаю, сноровку немного, конечно, потерял. Ну, если каждый день заходить, ну, так как игрок, я имею в виду, понятно, что там по демкам, где-то по скайбоксам можно летать еще. Ты даже по себе, да, можешь просмотреть то, что если не поиграл какое-то время, потом садишься, у тебя руки какие. Ну, я тебе скажу так, что у меня вот именно как у игрока просадка пошла, наверное, вот сильная просадка где-то года через три. Ну, понятно, то есть вот годичная дистанция, то есть ты быстро просто набираешь форму. Годичная уже чуть-чуть тяжелее, но вот именно так плотно просел, через годика три-четыре там уже было тяжко. Ну, все еще это позволяет тебе выигрывать у нас. Даже у тех, кто, может быть, чаще играет, но все равно это уже опыт, конечно. Он никуда не пропадает. Знаешь, что пропало в первую очередь? Что я замечаю? Скорость принятия каких-то решений, окей, она на месте. А в динамике вот куча всяких моментов, которые тебе надо обрабатывать. Войсы, особенно в CSGO этих звуков гораздо больше. Горячие коктейли, там флешки, деко и там еще что-то. И во всей этой обработке этой информации забирает чуть больше времени, чем обычно. Ну, по стрельбе, конечно, тоже уже не тот. Да, да, но никогда не поздно вернуться. Самое время, может быть, показать. Но возможностей, опять же, больше, даже просто если у нас по интернету играть. И да, сам смотрю, действительно, там были еще периоды, там, 16-е и 17-е годы, когда я часто еще очень много играл, то было легче. Сейчас, тем более, еще много людей просто пришли и вот заинтересовались CS-ом. То есть больше людей, которые сидят и тренируются постоянно у нас. Посмотрите, сколько талантов молодых появляется на сцене, которые пробиваются вообще в FPL в 14, 15, 16 лет. Ну, тут, да. Раньше, чтобы появился какой-то 12-летний на сцене, это была настолько большая редкость. Созревали таланты уже где-то там 15, 16, 17. Ну, это такие перспективные очень даже были игроки. Сейчас в 12 можно найти такую звездочку. Да, да, я замечаю, что с ними, с этими ребятами сложно стреляться в первую очередь, потому что там механика отработана. Там, возможно, где-то можно еще перехитрить, потому что, ну, как бы там ни было, но скилл – это все-таки вышестоящая категория, нежели просто стрельба. И нам сообщают о том, что, скорее всего, B&G будет с заменой. Мы, правда, не знаем, это будет тренер или другой игрок. Сейчас ждем решения. И надеемся, что вскоре этот матч продолжится. Вы пока можете написать в чате, за кого вы болеете. И если вы смотрели первые четыре дня нашего чемпионата, вообще, кто вы, ну, кто, по-вашему, может выйти без проблем на LAN? Потому что, я напоминаю, туда у нас попадают четыре команды из восьми. А на LAN разыгрывается 88 тысяч долларов, кстати. 12 тысяч еще в онлайне. Это солидный призовой фонд для Академии. Но тут вопрос даже, я бы сказал, не в деньгах, а в том, что такая лига, она появилась изначально. То есть, что есть уже такая возможность себя показать и приехать, в том числе, на турнир. Почувствовать, что это LAN. Потому что, как бы там ни было, сильно отличается. Давайте послушаем симфонию. Глаков. По карнавалу. Празильцы и карнавал, да? Есть любители этим заниматься, да, там. Отбивает свой ритм, в общем. Ох, уже эти латинусы. У них своя атмосфера, им очень круто. Знаешь, они любители, в принципе, такой очень активной музыки. Вот если ты там послушаешь, например, что у них играет не только на карнавалах, что в целом, какая поп-музыка популярна в Бразилии, что, ну, что-то, возможно, и похожее у нас отбивает сейчас. Мы просто этого не знаем. Потому что там своя атмосфера, там своя культура, в том числе и музыкальная. Наших друзей из Бразилии. Если что, вы на уроке музыки. Бразильской. Доставайте шазам. Может, мы не знаем, как называется эта композиция. Так, ну вот, по-прежнему интересно, кто же будет пятым. Кто же будет пятым у Бигов. Знаешь, это сейчас выход бойца под музыку будет. Нереальный врыв, как в рестлинге происходит. И сейчас должны были переключиться на сервер и показать, кто у нас будет пятым играть. У него неплохо. Знаешь, такая бас и врыв этого ментора. Сирсон заходит, говорит, сейчас парни покажу, как надо разбираться. Сбираться с бразильцами. Так. Опача. А кто же это? Человек без никнейма пока зашел. Давайте подумаем, кто же это мог быть. На табуляцию пока не нажимаем. Нужны только неправильные ответы в чате. Так, тренер. Как Сантареса давай пишут. Ну, как тебе сказать. Туркок запустить. Ну, Турк, мне кажется, без шансов тут начнет наказывать. Это было бы несправедливо, да, действительно. Это все равно, что кто у нас там. Ну, Бейджик, да, там. Давайте, запускайте Тапсона. Кстати, это то, о чем говорил Леха, что по-хорошему в Академиях должна присутствовать ротация. И состав не должен ограничиваться пятерочкой. Шестой, седьмой, восьмой игрок, которые стоят и ждут своей очереди. Даже вот для таких моментов. Техническая проблема, вот и шанс, чтобы проявить себя. Укрепить свою позицию в составе. Возможно, заиграть в основе. Ну, тем более для Академии никто не будет ставить ограничения. Это как минимум странно было бы, если бы у нас был турнир, который не разрешал состав из шести, семи игроков и больше, например. Например, допустим, у нас есть та же команда НАТО с Винсера Джуниор, где присутствует хэтрик. И я думаю, что, ну, надеюсь, вернее, что мы сможем его увидеть в деле. На подхвате, да, такое? Да. На самом деле, я тебе скажу больше, что в футболе очень часто зажигаются молодые талантливые игроки. Ну, как звезды зажигаются. В момент, когда у уже проверенных, бывалых, опытных, которым доверяют, происходят какие-то банальные травмы. В момент травм – это шанс для молодого. В киберспорте травмы крайне редко. А вот подобная ситуация как раз-таки может стать возможностью для, условно, шестого, седьмого, десятого игрока, который сидит и ждет ее. Да, так и есть. Как это у нас вот вспоминается ситуация со сборной Украины по футболу, где вышел человек просто в дополнительное время и забил гол, да. Хотя его до этого не выпускали. Это возможности всегда для молодых. Долбек. Долбек. Руслан, если не ошибаюсь. Ой, не помню, не скажу. Ну, хороший момент. И мы все еще ждем, что будет происходить дальше. Вот он, тот самый рисунок граффити легендарное. А есть ли у нас люди в чате, которые не знают, к какой ситуации или к какому игроку приурочено граффити, может быть? Ты спрашиваешь, есть ли такие, кто не знает? Есть, может быть, да. Потому что я думаю, что многие ответят. Но, может быть, кто-то сможет написать, вернее, напишет, что... Ой, я не знал, что... Такие рисунки у нас. Я бы хотел, чтобы вернулась эта традиция, если честно. Во-первых, чтобы вернулся мейджор. Ну, понятно, что он в этом году будет, и хочется в это верить, что ничего не сорвется в итоге. Но хочется, чтобы у нас все больше и больше таких вот памятных моментов было, и разработчики таким образом отдавали бы дань суперплеям каким-то, которые порешали в играх важнейших на мажорах, и не только, возможно. Так, поехала жара по никнеймам. Ксантарос, Ленин, ой-ой-ой, Грис Жейн, Солик, да ладно! Кто еще? Симпл, ну это, блядь, помилуйте. Настало время сени, окей. Да. Тот самый, великий камбэк в киберспорт. Я бы на это посмотрел, если честно. Возможно, не в матче Академии, правда. Саншайн. Есть у нас такое мнение. Посмотрим. Шестой игрок бегов, да? Пока интрига у нас сохраняется вообще. Так, меню нашего ресторана. Сегодня все заказывают за мой счет, в общем-то, за счет вот заведения, учитывая, что у нас такая небольшая задержка. Холодненькое есть меню, это самое главное. Правда, Миша у нас пока пропал несколько дней. Миша с рулем, а мы сегодня нельзя. Но скоро вернется Кейн. И можно уже будет всерьез поговорить о холодненьком в том числе. Так, а ну-ка посмотрю, кто там на Хэл ТВ. Короче, какой-то парень с никнеймом... С никнеймом. Но есть Энди какой-то зашел. Нет, ну это, наверное, не его настоящий никнейм. Тут Никси по-прежнему, кстати, на Хэл ТВ висит. Отображается, как будто он на сервере. Ну, не верю, не верю. Олаф полетел в чате. Олаф Мейстер. И, кстати, были недавно слухи. Возможно, вы читали о том, что Олаф все же не будет выступать за команду Фейс Клан. А может быть, куда-то еще перейдет. Кто знает. Я, честно честно, жду и воссоединения Олафа и Кримса. Кто знает. Возможно, это и произойдет, учитывая, что у нас Натик тоже пытается выйти на оптимальный состав. Ну что, у нас будет матч сегодня начинаться или нет? Продолжаться. 12-й раунд. Энди. Энди. Готов выступать дальше за команду B.I.G. Омэн Акэдеми. Такая интересная музыка играет. Ну, это музыка камбэка команды B.I.G. однозначно. Я надеюсь, они тоже могут услышать то, что сейчас происходит у нас. Может быть, Энди – это надежда. Надежда, которую подарит он команде B.I.G. Да, все, поехали. Фристайм ноль. Убрать паузу и начать 12-й раунд. Приступите к камбэку. Команда B.I.G. Мы в это верим. Но в этом раунде от Лепикса многое зависит. Потому что снайперская винтовка в коннекторе уже готова убивать. Взрывается, кстати, у нас дверь на коннекторе. В этом самом он вышел и под B никого не нашел. А посмотрите, какая коварная фурия. Ой, могли уже забирать этот авик. Он пытается выйти на убийство, но нет. Тут ничего не меняется. Не получается. Вот какая-то ближняя стенка для Лапикса, она максимально предательская. Третий раз, по-моему, попытка с подобной позиции сделать минус заканчивается смертью для снайпера команды B.I.G. В итоге единственный полноценный девайс был потерян. Остались только пистолеты. Это дигвы у Энди. Кстати, USP Тактиков там 800 долларов. Решил не тратиться, чтобы хоть что-то купить себе в следующем раунде. Да, потеряли Глэйведа. Ну а дальше только три Пиколета на точке А. Один из них, правда, смог сработать. Это размен от Аквы. Ну, Аква хорош. Дигло мы это видели, но в этом раунде только один фраг. Прайм Тапс последний. Кстати, Прайм Тапс у нас в Твиттере недавно писал о том, что очень много опыта он получает по ходу этого турнира. И вообще круто, что есть такая возможность. Что вот только за первые два дня он получил больше опыта за месяц своей игры, может быть, или тренировок вместе с командой IBG Oman Academy. Представь, что будет, если он доберется до Лана. На Лане, мне кажется, как раз-таки колоссальные опыты получаются. Да, так и есть. Я все время, например, думаю о том, что мы сыграли точно позитивную роль в развитии команды Gambit Youngsters, и теперь уже Gambit. Учитывая, что они в то время, когда приезжали к нам на Forge of Masters, уже неплохо выступали, но получили важнейший опыт Лана именно. Так закалялась сталь. Да, так и закаляли мы тогда железо и сталь. PrimeTabs, снова коннектор, довольно активно хочет воевать IBG за эту позицию, но даже не воевать, а держать ее, потому что два тиммейта близко были на центре. Там Lapix, AWP и Glavid, который готов поджаться, если что, на шарики. PrimeTabs они прочекали. Не уйдет он уже отсюда, хотя два фрага это была бы мечта. Glavid, да, и чекают снова на банане. Но снова только один минус, тут же рефраг. Пока что 3 в 3, и это все равно хорошая позиция и вообще ситуация для команды FURIA. Ой, а какой угол? Как он вообще надеялся кого-то убить? Ну, наверное, контактный какой-то выход. Может быть, подсадку читал? Я просто хочу понять. Может быть, он думал, что будет подсадка какой-то? Ну, ладно. Ну, вот были у нас вопросы по поводу Vapix. Но все-таки, мне кажется, на роль штатного снайпера он точно не подходит. Кстати, вот слушая TeamSpeak команды B.A.G., могу сказать, что вот как ингейм-лидер он хорош. Потому что хладнокровно, четко рассуждает, объясняет тиммейтам, что и как надо делать. А вот с AWP действительно все крайне плохо. Так, ну что, шанс зацепиться за третий. Descenty забрал ND. 1 на 1 против Aqua. Ну, кстати, классное решение уйти на длину, похолодить. Но Aqua тоже никуда не спешит, так что только после звука установки бомбы он пойдет вперед. Напоминаю, что находится у нас последний боец команды B.A.G. Omen Academy на перетяжке. И, кстати, Descenty проверит, наверное, расположение банка и хелпы. И дальше подумает, что противник идет в спину через туалеты. Потому он так откидывает молотов и ставит бомбу. То бишь с хелпы B он не будет ожидать Акву. Это очень жестко, на самом деле. Немец большой молодец, если у него получится еще взять этот раунд, правда. Вот перестрелку надо выиграть. Да, Аква пережимает Descenty, подбирает снайперскую винтовку. Ну и, собственно, забирает третий раунд для команды B.A.G. Так, что это за хараж? Ну, это уже, наверное, своя уверенность. Так он возвышается дальше над соперником, шутит. Видно, что хорошее настроение. Но, как бы, 3-10 с другой стороны на счет смотришь. И не так-то приятно все дело разворачивается для КТ. Но Аква смог потащить. Снова показал свой скилл в первую очередь. А вот как раз-таки у бразильцев, знаешь, сложно кого-то выделить одного. Там были моменты, когда мы выделяли Зимби. После чего зажигал товарищ Пирия. Потом вот сегодня включение от Descenty. Ninjas тоже не выпадает. Короче, все очень интересно. Да, Descenty выделяется. Посмотрите за атаку на оверпассе. У него счет 18 на 4 вообще. Не часто такое встречается. Но в этом моменте у него действительно все летит. Смоком закрывается Банан. Сейчас у защиты есть возможность для подсадки. Для того, чтобы убить Банан, пока они никого не замечают. Там только один, кстати, у нас боец. Атаки проходят через туалеты. И, наверное, это будет чек длины. В то время, как все остальные подходят под Б. Это монстр. А ND будет ли пушить под флешку или просто отойдет? Тоже интересно. Но пока он ждет выпада. Наверное, ему уже рассказали. Или он смотрел матч. И понимает, что Фурия может выйти отсюда. Так уже разведится смог. ND замечает. Тут же информация полетела для своего тиммейта. Но Фамос против Калаша здесь можно и не совладать. Ну, кстати, успешно сместился с крайне опасной позиции. ND под флешку тиммейта забирает нинджа. Загвейвит. Находит ЗМБ. 3 в 5. Но пока что все под контролем. Б.А.Г. Лапекс наконец-то попадает. Но тут все. Просто без шансов. Чистый раунд от Бегова. Ну, вот подсобрались, конечно, только под концовку первоплавины. Забрали четвертый. Постараются забрать и пятый. Но опять-таки же придется действовать против полного оружейного раунда команды Фурия. Ну, и заодно наконец-то посмотрели в деле на ND, да. Все хорошо, в принципе, да. Отошел вовремя. И дал нужную грену. Молик направо. Для того, чтобы не было быстрого прохода на плент. Ну, и потом уже тиммейты тоже подоспели на помощь. Так, есть, да, понятно, писали наши зрители. И вижу, что Саншайн есть. Тьери Мюллер. Как замена. И, наверное, это он. Хотя, с другой стороны, непонятно. Так, тут выход на точку В. Нинжас дроп. Сыграли только что нинжас вместе с... Ну, таким выходом, конечно, жестким не совладал. Уже Глаймда не прочитали за плентом. Молики туда летят. Через Мокземби. И пушит дальше эту позицию. Лепекс тоже ничего не смог поделать. Даже среагировать на ЗМБ, который был слишком наглым. А наглость его в этом раунде не только спасла, но и дала заработать эти фраги. 8-8. Он в итоге заканчивает половину. 11-4 для команды Фурия Академи. Внимание, вопрос. Сколько надо высадить патронов ЗМБ, чтобы Лепекс выстрелил? Ну, по-моему, половины обоймы было недостаточно. Вообще такое ощущение, что он отвлекается очень часто на многие какие-то моменты. Ты сам говорил, что много говорит он во время Тимспика, да? И, наверное, мешает это все-таки. Ну, я тебе скажу так. У меня есть живой пример. Я играл с Блэйдом, когда у нас с ним 50 на 50. Мы брали снайперские винтовки. Я, наверное, был приоритетным снайпером. Он брал по ситуации. Так вот, ситуация с Блэйдом. В моменте он плотно очень попадал с АВП. И это никак не мешало ему общаться с командой, давать какие-то указания по поводу раундов. Ну, это не совсем та история. Да. Ну, тут уже вступают в силу индивидуальные особенности каждого игрока. Меня больше смущает слепая вера в снайперскую винтовку. Знаешь, такое ощущение, как будто она должна быть в любом случае. И даже если ты не попадаешь, если у тебя не идет, то нет, я буду брать АВП до конца. На оверпассе, конечно, важно иметь снайперскую винтовку. Но если уж совсем не летит так, то... И плюс, ты же видишь, что противники постоянно играют очень вязко. На контакт у нас не было соло-выпадов. То есть постоянно пытается в Фури Академии играть на размен. Потому АВИК в этом плане, конечно, тоже неплохо может попадать и играть с другой стороны. Не давать доходить до плентов. Но Ляпекс запомнился в итоге у нас такими точечными минусами. Ну, верим в то, что этот парень соберется во второй половине. Сейчас будем смотреть пистолетный раунд. И послушаем замечательный бразильский-португальский от Фури Академии. Спасибо. Продолжение следует... 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 Билар? 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 Бомби? Бомби и Атрас Пилар. Ты завансов? Сапку? Божести. Заканчивается раунд. В итоге у нас все хедшоты там были от команды B&G. Да, всех выключили строго в голову. А тебе иглоки? Не растерялись. Вот знаешь, инициатива от бразильцев, она уже… Я устал от нее. Вот они пытаются все время играть первым номером. Посмотрите, пистолетный раунд. Была собрана информация о том, что на шарах нет никого, на детской нет никого, и по-прежнему идет поджиматься база B. Ты знаешь, это лишь, наверное, говорит о том, что есть первичный план, и мы его придерживаемся. То есть, если мы придумали такую пистолетку, то мы ничего не меняем, даже с учетом того, что противники не показывались нигде. И мы можем задуматься о том, что это холд. Но мне в моменте показалось, что это был врыв под флешку. Но флешки не было. Флешки не было, просто хотели… Ну, есть такие раунды у нас, и Тир-1 команды так делают, но подготовка там, наверное, больше все-таки, в том числе среди гранат. Ну, и в этом раунде B.I.G. закупаются. Есть у нас ответ от команды Fury Academy. Пистолеты. Это деглы. Только ZMB не купил себе армор, потому что будет копить на снайперскую винтовку в дальнейшем. Аква подошел уже под B на болоте. Его там подсадка на фанере не заметила. Были пирья и дроп в этом плане. Нинджас на бочках. Ну, и пирья просто будет чекать, прыгать. Аква об этом уже сообщает своим тиммейтам. А те занимают центр. Под туалетами находится уже ND. Под флешку врывался через коннектор. Было слышно, как все там грамотно они делали с PrimeTabs. Ну, а сейчас B.I.G. собираются ударить по BlackLand. Раскидывают. Бомба тоже перетягивается. Выход ZIG плюс монстр. Да, 40 секунд до конца этого раунда. И опять-таки же бразильцы пытаются сыграть агрессивно. Еще один смачок, что, кстати, по гранатам остается. Посмотри, там два смака и четыре флешки на бразильскую команду. Вот он врыв. Нинджас двоих уже ликвидирует. Ну, вот так вот в дым выходить. Ой-ой-ой, да, ND, конечно, сыграл на размину. Тут еще за плентом пирья. Надо хотя бы одного тоже забрать с этой позиции. Но маг десятый не даст там пройти никуда. Так, внедрение от ZMB. Тот без армора напоминает. Так что ND нет. Эйса все-таки в этой ситуации. Тим Эйса имеется в виду. И пирья там пал. ZMB не дошел. 18 раунд. Окей. Смотрим. B.I.G. Смогли выжить. Хотя от нинджас много было позитива в этом монстре. Да и в целом мы всегда говорим о том, что насколько атаки неприятны выходить через смаки. Вот так вот даже под флешку. Учитывая, что еще и тайминги были неплохие. Потому что оба игрока защиты отвернулись. Там непонятно, как пропустили ND. То ли Пириас, то ли кто там был еще второй. Вот я не могу понять. ZMB скорее всего. Кто-то из них должен был отвечать. Вот нельзя было ни в коем случае пропускать. Парни забрали двоих. Были готовы подбирать выбитое оружие. Но пришел ND. Смаг десятого в спину покосил все это укрепление. Ну и собственно дальше продолжал разбираться. 11-6. Еще один экономический. И вот он Аква, выходящий под жиртом на базу B. Привет, привет. Ну это довольно опасно было. С другой стороны отдает себе отчет Аква о том, что соперники играют фул эко без арморов. Поэтому он может так себя проявлять. Настолько коварно. Хочет он идти на фарм. Пирия на дереве, на длине закрылся пока что. У него нет поддержки. И обычно конечно эту позицию чекают, если атака идет медленно. Но это снова врыв на точку B. Там скоро будет 4 игрока. Угадывать то угадывает Фурия. Но что делать с этими калашами и Аквой, который первый будет вылетать просто на плент. Его надо с одной вырубить, потому что он будет сверхмобильным. Угу, угу. Что пытается сделать Аква? Показать, что он здесь один? Ну не то чтобы показать, один. Мне кажется, просто дожидается выхода еще и Ляпекса вместе с собой. То есть надо первым выходить, но не так, чтобы тебя не могли разменять. Ну посмотри, вот этими чеками соло он заставил поверить бразильцев, что под базой B больше нет никого. На полупозициях подловили Фурию. В итоге три безответных минуса. Аква врывается, забирает еще и Десенти. Последний Пирия. Один против пятерых. Намекает пока команда B&G Academy о том, что у нас не все так просто будет в этой катке. За атаку то они могут тащить. Сейчас еще выйдут на хорошую экономику. Учитывая, что только в один маг десятый инвестировали и Аква уже 1200 заработал. Так что этот маг можно оставлять и на следующий раунд, и потом уже первым тоже куда-то врываться. Удивлять соперника на первых таймингах. Почему бы и нет. Так, Пирия. С трубы на коннекторе. Красиво было. ND падает. Но вот до этого калаша еще как-то нужно дойти. Выйти с коннектора. Ай, пока не получается. Но была бы еще хае у него, чтобы как-то подбросить себе этот девайс. Но понятное дело, что это эко. Неприятная контура. Кстати, бомба могла оттолкнуть. Да, могла. Мог бы дождать. Может быть какая-то халява, божественное вмешательство было бы для того, чтобы он сыграл следующий раунд уже с этим калашом. Ну, и так будет байв. Все хорошо. Есть АВП также у ЗМБ. И посмотрим уже, как он будет за КТ играть с этим девайсом. Потому что Ляпекса мы мало видели. Так, чтобы он нас приятно удивил. Ну, кстати, вот если говорить про снайперскую винтовку в атаке, то вот, например, Фурия играла строго с АК-47. Там не было АВП за сторону террористов. Возможно, и у Бюгов мы увидим что-то подобное. А вот у ЗМБ появляется снайперская винтовка. И вот он, первый промах на длине. Не попадает по выходящим игрокам команды БиЭйджи. И под флешечку попытаются все-таки скрыться. Нужно успокоиться с ЗМБ, потому что я уже боялся, что третий пик будет. Но там с одной бы уже залетало ему. Все были настроены игроки атаки. А именно три человека, которые стояли просто и смотрели в позицию в один пиксель. Ну а ЗМБ отошел уже на щит. Дисенти вместе с ним играет на точке А. Ну а БиЭйджи заняли довольно много пространства в этой карте. Видимо, что они разбрелись по центру. Оставили одного игрока на коннекторе. Это Ляпекс, который будет открывать двери. Активно раскидывает, наверное, что-то. Но вера в то, что это выход А крепкая. Учитывая позицию бомбы, она все еще остается на длине. Там, опять же, не то чтобы фейк, но какой-то будет напряг от Ляпекса. Ну и дальше перетяжка с коннектора и пять. Выход на А. Ну вот, если говорить про первое впечатление бегов в атаке, то, походу, будет играть точно так же, как и Фурия. Никуда не торопиться и, ну, пытаться разыгрывать четкие и коллективные раунды. Ну что, врыв под позиция Аплантази. МБ и Пирио. Хороший перекрестный огонь. Но все-таки в Апекс разрулил ситуацию. Два минуса в ответ. Десенти не проверили. Но, благо, разменяли. Ой-ой-ой. Это максимум, которые могли себе выжать Фурия и ситуация, учитывая, что у них просто было все жикарно, если честно. Ну, где-то затопили, где-то только одного в спину убили. И поспешили, скорее всего. Но все еще. Остается шанс у команды B.I.G. Бомбу поставили. Ляпекс 20 хп. Там как-то до Авика добраться было бы неплохо, но слишком далеко, видимо, в банке лежит он. Нинджас. Выход. Праймтапс на машине. Будет перестрелка. И Ляпекс включается неплохо. Фурия забирает одного, а второй на бомбе прям не читается вообще. Я скажу так, что здесь Фурия должна была забирать раунд вообще не то чтобы без шансов, но довольно уверенно. Потому что, ладно, там не попал у нас по второму игроку человек с машины, но кто у нас сидел за дефолтом, которого не прочекали? Десенти. Десенти, который мог совершенно было не обязательно убивать человека, который бежал в банк, можно было просто выйти, убить бомбера и потом попытаться еще забрать машину. Ну да, смотри, он отморозился в дыму и вместо того чтобы... Ну да, это типичные бразильцы. Увидел, сразу же давай стрелять, никакого хладнокровного расчета в этой ситуации не было. Одиннадцать восемь, пистолетный, два экономических и первый оружейный. Забирает команда B.I.G. во второй половине. Ну что же, ну для начала камбэка более чем достаточно. Подбирается немецкая молодая машина к FURIA Academy. Ну, есть еще, конечно, задел по раундам, так что не стоит расстраиваться. FURIA ни в коем случае сами понимает, как нужно было сыграть в той ситуации. Ну а B.I.G., скорее всего, будет пользоваться паузами сейчас довольно активно, потому что нужно общаться, общаться, еще раз общаться. Настроили коммуникацию, видно, что пошло-поехало. И сейчас у нас есть все шансы увидеть тот самый камбэк в начале игрового дня. DMB хочет выйти на хэдшот с дегла на шариках. Не получается ни инжаз, какой пуш, там помогает еще и дроп ему. LAPEX второго смог убить, все, можно успокоиться. Было опасно очень. Заметь, вот как только LAPEX взял в руки автоматическое оружие, он начал выбивать. Причем делает это стабильно. Это не экзит-фраги, это действительно важные минуса. Как тебе перья, которые третьим поджимаются под B, забирают себе калаш. И сейчас он, по сути, говорит, ребята, принимайте A. А там Дисенте жмет коннектор. Один также игрок показывался на центре, сейчас ушел в душевую. Это будет DMB. Шансы есть взять этот раунд. Ай, DMB вне позиции оказался, в итоге не успел занять дерево. И там же нашел свою смерть, но Дисенте в спине. Одного убил. Второго красным оставил! 24 хп у Глейвода. Последний перья, который тоже шел за калашом на точку B, но его контролит LAPEX, который с респа никуда не уходил. Так, ну перья вчера показал, что умеет брать квадчи в ситуации один против троих. Посмотрим, что получится на этот раз. Пока что полная рассинхронизация с направлением атаки команды BIG. Не угадал. Да, тут, скорее всего, зацепиться за раунд не получится. Нет дефьюз китов, есть заказ 47-й, есть армор. Легкий, правда, но это ситуация, в которой надо сохранять оружие и пытаться реализовать его в следующем раунде. Да, калаш нужен. Особенно учитывая, что мы тут постоянно поем дифирамбы в стрельбе команды FURIA Academy. Понятно, что дают где-то они слабину в этом плане тоже, но все еще попадают жестко. Пирья понимает, что соперник тоже там будет уходить, наверное, через респаун. Аккуратно доигрывает BIG OMEN Academy. Ну, Ляпекс, да, правильно отметил то, что начал убивать, раскрылся. 17 на 10 уже у него статистика. Вопрос, почему не делал этого раньше. На самом деле, даже с АВП в руках он занимал лидирующую позицию в своей команде. Тем не менее, в основных раундах, в раундах с оружием в руках, у него не получалось убивать с АВП. То есть, действительно, это были экзит-фраги, это были фраги противоэкономического, точнее. Ну, как-то так. То есть, там, где нужно, у него это не получалось. Да, и Энди тоже не выпадает особо. То есть, он хорошо играет. Не скажем, что много убивает, но свою работу выполняет. То есть, сильный игрок зашел. Замены за команду BIG сейчас. И FURIA пока не ставит паузу. Решила не общаться больше. Есть хороший бай. Снова ZMB с АВП. Калаш остался у пире. И две эмки плюс AUK. Дроп, кстати, любит AUK. Он на каждой карте играет с ним. ZMB. Ой. Ну, это совсем уж рандом был. Так, неплохо подсадка в коннекторе. Не дают Акве войти. Болото не занимается в итоге. И можно отходить. Играть закрыто сейчас FURIA. Да, хорошее начало. Раздобыли численное большинство. Ну, вот как из этой ситуации будут выкручиваться ребята из BIG&D. Перезабрал. Дальше врыв от Descent. В линию 2x сбривает. Да, это уже 24 минус для Descent. Три фрага в этом раунде. Может быть, на ACE сможет выйти данный парень. Боец FURIA Academy. Ninjas активно что-то подсказывал дропу. Наверное, говорил о том, что он вообще не смотрит монстр. И оттуда в любой момент может выйти игрок-атакер. Ляпекс находится в монстре как раз таки. Будет сейчас за колонной. Descent тоже дали инфу, чтобы он не несся никуда. Но уже не остановить этого парня в данном раунде. Как тебе Ляпекс? Да. Но дальше не выйти. Понимает Ляпекс, что там слишком плотная перетяжка готовится у команды из Бразилии. Потому они тоже решают пуститься в перетяг на А. Ну, шансы-то появляются. Ситуация изначально была 2 в 4. После минуса от Ляпекса 2 в 3. И позиционно, ворвавшись на одну позицию, и как-то пройдя ее без потери, у тебя равенство. У ЗМБ интересное тоже расположение с авиком на точке А. По-хорошему должен убивать. Эта позиция стабильна на 1 минус. Да, главное, чтобы не было промаха. Потому противники могут выйти вообще бомбу здесь поставить. Смоком закрывается. Все дело неплохо. ЗМБ двигается на машину. Лево чекает. Так, сейчас выйдет на смерть. Нет, убил! И второго тоже без зума. Что происходит? Там фаз зум и без зума залетает по одному второму игроку команды B&G. Депозит сразу бомба. 12% здоровья после в Апекса осталось из ЗМБ. Это такое чудо, на самом деле. Ты смотришь вот на X-Ray, да? Понимаешь, что игрок атаки как раз ждет выхода с этого угла. Но там с авиком жесткое попадание. И по второму тоже отработал. И вот так вот зарабатывать себе с проблемами. Но двенадцатый раунд FURIA Academy. И отмечаем. Вот на самом деле очень круто B&G сыграли. Вот вся ситуация разыграна в прошлом раунде. Была идеальная. Проход по длине. Понимание того, где будет в теории находиться игрок команды FURIA. Отрезали смоком. Раскидали флешки. Коктейль Молотова. Поставили бомбу. Но вот банально не смогли перестрелять ЗМБ. Да, но ЗМБ, если честно, я еще раз так задумался. Об этой позиции. Но для авика в такой ситуации она, конечно, слишком опасная может быть. Многое на кону у тебя лежит. Просто ты можешь проиграть раунды своей команды. Но главное, что попало. И сейчас он играет не с авиком, с эмкой. С авиком на спире, который подпушил уже яму. Ляпексу не дал выйти. Дисенти. Размен на коннекторе дальше. Вверх, наверное, не стоит врываться слишком быстро. Потому что там могут быть два игрока защиты. Я это понимаю. Это террористы, которые пока повременили. Отошли у нас ближе к болоту. Выход будет через ЗИК по точку Б. Ну, посмотрим, как все это будет проходить БИГ. Традиционный коктейль Молотова на бочке. Выход. Рофф позиции. Зачем он выходил, непонятно. И в итоге Инди оформляет тройное убийство в этом раунде. Ситуация 2 в 4. БИГ должны забирать десятый. Обязаны, конечно. Тут колл капитана вообще идеальный. То есть они поняли, что противники пушили центр. Они увидели АВИК Пирия. Они знали, что ЗМБ или кто-то у нас был на центре тоже вместе с ним. Два на миде. На коннекторе и размену. Окей, тогда нужно выйти на Б, потому что там максимум двое игроков. У нас будет больше 100%. Ну вот я до конца не понимаю. Бывали информация по ЗМБ. Про Пирию точно знали. Но решение, да, действительно мне понравилось. Очень круто. Главное, как это, академично они ворвались на базу Б. Разобрались с опорниками. Вопрос только к дропу. Что это было? То есть вот начинается раскидка и дроп. То, что пошел играться. Ну вот реально на полупозицию. Ты посреди карты, ты не можешь отойти. И в итоге тебя забирают без шансов. Любят Фурию. Стреляться. В общем, выходить. Как-то пытаться удивлять. Но здесь все прочитано. Биэджи уже в камбэке. Они горят желанием ворваться дальше на победу в этой карте. Тем более вот насколько все плохо было на первой половине. Настолько все хорошо сейчас для них. А Фурия задумалась минимум, что мы отдаем. Ладно, там пистолетка. Ладно, первый девайсный. Но такое преимущество. Да и даже в раундах все было хорошо. Они даже угадывали несколько раз, куда же выйдет бомба. И в итоге не разменивались плюс. Так, теперь уже бразильцы задумались. Что-то идет не по плану. Кстати, а ну-ка я посмотрю. Ну, по сути, у бегов, кстати, все игры были такие вот. Победа над Na'Vi. Окей, там было уверенно. Победа над командой Astralis. Там было неоднозначно. Кеперу половина, там что-то 8-7, по-моему, закончилось. Дальше во второй в атаке набрали очень хорошо. Маузов тоже обыграли, ну, скажем, не без проблем. Ну, и поражение против Na'Vi. С бразильцами, вот я поверю в камбэк. Реально это возможно? Да. Могут отдать такое. Фурия Акедеми. Сейчас они поджимаются в болото. Зиг занимает десенти. Ну, одна флешка, и он был бы труп. Но, с другой стороны, пока этим не пользуется команда B.I.G. Так, там заметили кого-то на бортике. Пирия был. Вот она, флеша полетела, и только одного с собой забрал в следующий раунд десенти. И по-прежнему два игрока на базе B. Кстати, это может быть удивление для Ляпекса. Они будут пушить что? Да. Вопрос под флешку или без? Без. Я думаю, там никто не будет брать ничего. Они просто сидят, ждут выхода. Такого у нас еще не было. Убивает одного Аку. Ляпекс! Только на одного раскрутился в итоге, и нужно как-то уйти отсюда дропу. Зимби! Как вовремя сюда подходит снайпер, который не дает выйти Глейведу на размен. Там бомба была потеряна, напоминаю. Омен последний. Это замена команды B.A.G. Сейчас нужно спасать эту четверку. Ну, понимает, что там спина еще может быть. Дроп не дает выйти Зига. И все-таки это раунд в пользу команды FURIA ACADEMY! Вау! Вау! Дроп 5% здоровья. Он, по сути, должен был стать второй жертвой для Лапекса. Но в итоге не дожимает ингейм лидер команды B.A.G. И раунд проигрывается. 13-10, что по экономике. Ну, я только что бегло успел увидеть. Должна быть закупочка. Так что пока еще не все потеряно. В целом, у нас атака очень богатая сегодня. Как это было еще у B.A.G. Как у FURIA. Вернее, на первой половине. Там вообще такое ощущение, что они эко даже не играли. Молик от бразильцев на Зиг. Тут же откидывается на коннектор Пирия. Готовится выходить Аква. Закрывает ZMB. И тот, кстати, попал по ноге противнику. И в итоге его не отпускает уже Ninjas, который вышел на рефраг. Это все происходило у нас по точке B. Прайм Табс. Но это минус. Погибает на коннекторе. Важный минус. Но, с другой стороны, Глэйвет заходит в спину. Дистанция это не считает вообще. Размен. 3 в 3. Минута 15 до конца этого раунда. Что на пуенте у FURIA. Только один Пирия. Но, кстати, этого парня может быть более чем достаточно, если будут заходить неаккуратно. Итак, Пирия. Оп, оп. Не чекается пока что. Думает, что он на длине вообще находится. Забирает одного только Пирия. Глэйвет. Снова на рефраге. Пока в этом плане лучший игрок на сервере. Глэйвет остался на дефолте. Режет угол. Пытается убить машину. Там два игрока уже появляются. Спрей! Все патроны заканчиваются. На пистолет даже не успеваем переключиться. Дроп! Убивает. Последнего будет дефуз. Ну и дроп тоже в следующем раунде. Одному из тиммейтов 100%. Я бы дал, конечно же, нинджазу в этом раунде. Потому что от него было очень много позитива. Да уж. Это было красиво. Это было красиво. Вот знаешь, рандомчик залетел по нинджазу от Глэйвета. А вот дроп, в которого стрелял, собственно, по нему не попадало практически ничего. 14-10. За счет установленной бомбы все-таки могут себе позволить B.I.G. закупиться в этом раунде. И по-прежнему конкурировать с фурией на карте оверпасс. Но бразильцы показывают настрой, что готовы забирать победу. По гранатам все плохо. Очень плохо. Сейчас у B.I.G. Oman Academy. Тут нужно что-то более прямолинейное, что ли, может быть, сыграть вместе на размен. Что раскидки даже не хватает, чтобы нормально выйти на тот же B-Plant. Так, врыв под флешечку. ZMB ворвался. Нет, Глэйвет остановил вражеского игрока. Но это было близко. Инициатива, агрессия продолжается от фурии даже в таких моментах. Да. Казалось бы, можно посидеть уже, да? Как-то вот именно посидеть. От такой игры. Особенно если вы являетесь фанатом команды FURIA Academy. Ну почему бы и нет. Феерия настоящая у нас разворачивается на оверпассе. Лепекс. Опасается выхода через душевую. Замечает одного игрока на длине. Там нинжас. Тут с аугом в зуме. Пытается там нашивать, но надо, наверное, отойти. Что у нас Лепекс не один будет. Братюни уже подошли. Там три игрока, которые под флешку просто выйдут. Разорвут его. Но если хотя бы один минус даст, игрок команды FURIA сам получил флешку. Это он, ну, вроде как не слепой выходил, но удивился. Насколько стволов ворвался в итоге. 3 в 5 уже ситуация. Один хп остался у Глэйвета. После этого контакта Дисенти принимает решение пойти через туалеты. BAG OMEN ACADEMY врывается на точку А сейчас под флешки. Видели они дропа выходящего через хпу. Одного забрал Дисенти, ну а дальше остался на разрыв. Аква был все это время на банане и последнего тоже слышал. Там Пирия, который его перестреливает. Ну а дальше что? Это клатч, который будет крайне тяжело взять. Бомба поставлена. Сейчас нужно забирать себе АКА и идти на сейв. Да, именно так действуют бразилицы, понимая, что, ну, деньги в приоритете. Кстати, что там по деньгам. 500 долларов у Дисенти, у Ninja за 50 баксов, в кармане дроп 400 долларов, у Пирии 1150 самый богатый ZMB. Ну, однозначно это будет экономически. Кстати, есть теория, что могут и закупиться. Хотя, счет 1411. Вряд ли, да. Ну смотри, поражение в раунде, да. То есть у них бонус будет сброчиться, да, они 1400 должны получать. Я просто не помню, с какого счета они… Тут не закупался я бы в такой ситуации. Ага, 1900. Тут надо просто одно эко сделать фулловое и все. Ну да, фулл эко – это норм вариант. Хороший бай, тем более там посмотрим, может быть и Пирия что-то придумает в этом раунде. Но не могут сидеть на месте просто, ребята. Ты знаешь, уже 14-10, казалось бы, противники купили себе там 4 или 5 гранат на команду и не могут нормально выйти на плент. То есть они только и хотели, чтобы кто-то с ними стрелялся. И самое печальное для Фурии Академи, что они дали эту возможность им в начале раунда постреляться еще до захода на плент. Фурия также выигрывала у нас у Маус. Если помнишь, мы с тобой тоже вроде как комментировали Инферно и они вели жестко. Маус что-то пытались комбетчить за атаку и Фурия также агрессивно постоянно делала выпады на центр, на второй мидл. То есть они не сидят. Это не в их стиле выигрывать так. Да, бразильцы в этом плане действительно пытаются доминировать. Есть вот этот огонек в их сердцах, который заставляет их идти играть первым номером. Мы не крысим. Мы не крысим, да, это не про нас точно. Хотя, кто... Кстати, ну... Что же там говорить? Если сравнивать, например, все карты, которые мы видели в их исполнении, то это самое спокойное. Да. То, что касается оверпасса в атаке, я увидел рассудительность, попытку играть медленно. Раунды, которые заканчиваются на 30-й секунде. Да. Лапекс. Все это дело уже увидел. Понял, что происходит на центре, когда туда полетела флешка одна через верх. Что это будет пуш. И в итоге как сыграет Пирия. Вот в чем вопрос. У нас интрига-то осталась. Сможет ли Калаш кого-то еще забрать? Может быть, попытаться добыть еще девайс для того же Decenty, который с ним в коннекторе находится? Ну, мы видим, насколько душно играет B.I.G. Ну, вот тут, знаешь, душно и прагматично. Понимая, в какой находится ситуация B.I.G. Omen Academy, я бы, наверное, действовал подобным образом. Да, бразильцы, агрессоры и еще те. И вот посмотри. Как только PrimeTaps отпускает лестницу, Decenty поджимает и попадает по голове каким-то прострелом. Аж на минус 6. И Decenty такой, там, в смысле? Я же в голову попал. Как вчера. Rufire. Один процент, один процент. Да. Был такой момент у нас на Vertigo, где было 58. Ну, там, опять же, бывает разное. Попадаешь через какую-то текстуру, думаешь о том, что мало ХП у противника. Ну, это Counter-Strike. Иногда граната может у тебя под ноги, упав, снять, не знаю, 5 ХП. Если там ступенька какая-то ниже находится. Такое тоже часто бывает еще на Банане, там, где у нас небольшие стыки на полу. Так, ну что, будет нож или нет? Нет. Отменяется. У Indy 29% здоровья было, 13% осталось. При этом ликвидировал ZMB. Ну, и Peria так и не сумел реализовать свой АК-47. По-моему, даже никого в этом раунде не увидел. Да. Очень грамотно. Полностью его команда атаки, BHG, Oman Academy. Красавцы. Это уже камбэк. Они чувствуют, что можно, нужно. Это реально. Соперники ошибаются. Сейчас, посмотри, у нас следующие все раунды, они тоже будут играть медленно. Потому что Фурия сама выходит на них. Какой капитан в подобной ситуации заколит? Давайте мы тоже зарашим. Никакой. Ну, типа, не будет у тебя какого-то хаоса. Наоборот, мы будем играть только дефолт. По всем позициям. Надо поработать, собрать информацию, потом уже выходить на команду Фурия. А Фурия нужно тоже где-то успокоиться. Хотя я понимаю, что это не тот совет, который нужно давать. Вряд ли они последуют. Но за этим приятно наблюдать. Опять же, это открытый Counter-Strike. И где-то круто смотрится, где-то просто не хватает стопа, педали тормоза, чтобы доработать уже противника. Из-за этого они тоже имеют некоторые проблемы. И здесь, кстати, Зимби думал, что будет подсадка на выходе с респа террорского. А тут не будет дефолта, судя по всему. Посмотрите, BIG готовы выйти на первых таймингах на точку B. Они сейчас войдут туда? Ну, интересно. Молотов на бочку, флешки там полетели через верх и все. Там единственное, что бомба выходит на одна из первых тоже. Это вопрос такой. Ну, неважно. Учитывая, что план выхода только на точку B. Дроп слепой. Пока что за плентом. На бочках тоже имеется игрок. Пирия за плентом. Молотов. Нужно потушиться. Нинджас. Все еще пытается там как-то выйти. Выживает. 20 хп у него остается после этого контакта с Моликом. Ну, и за монстром тяжело. Будет еще один Молотов. В итоге он еще и находит нам угол. Как он живет? Как он живет? Нинджас. 19% здоровья. Что вообще происходит? Посмотри. Они стянули сюда. Третий Молотов на него. Все. Сжигают. Наконец-то динджаса. Но такое не пережил бы никто у нас. 5 на 4. Бейджи пока не спешат с выходом. Дроп. И какая-то трешка полетела. Вышли все-таки здесь с таким стилем Бейджи. Омен Академии. Посмотрите, как же круто это получается. Сколько волн молодого было. Они вскрывали базу B на протяжении 30 секунд. Четыре игрока бразильского коллектива находились и они не понимали, что происходит. Летит один, второй, третий. Коктейль Молотова за бочки. Нинджас сгорает. Они такие смотрят. Че еще? Да. Че это такое? Тактика выжженной земли работает сейчас в пользу команды Бейджи Омен Академии. Ты знаешь, всегда смотришь на такие вот раунды и думаешь, как бы могла в этом моменте сыграть фурия. Возможно где-то отдать плент. Не сидеть там за этими же бочками постоянно за плентом. А на дистанции попытаться тоже сыграть. Может быть даже подсадиться за стенкой на хелпе, на граффити кого-то одного поставить. Но близко оно не всегда работает. И они уже, казалось бы, должны удивиться в этом. Потому что так часто, ну не как сейчас, но в целом Бейджи выходит на точку Б. Так, 14-13. Ситуация на оверпассе накаляется. Вчера бразильцы проиграли карту Vertigo со счетом 16-14. Остановившись в шаге от камбэка в матче против Virtus.pro Prodigy. Да, было дело. Но будет максимально обидно проиграть B.I.G. и карту оверпасс. Тут все было под контролем и, казалось, уже ничего не помешает бразильской фурии одержать очередные 3 очка. Да, теперь сами уже FURIA Academy в тапках Virtus.pro. Потому что они отдают камбэк. Но с другой стороны... Смогут ли они на последние раунды собраться? Сейчас снова пистолеты с калашом. Это Дисенти, который в коннекторе. Там, возможно, будет перестрелка с Ляпексом. Но тот только сейчас. Аккуратно чекает подвал. Не замечает никого. Тут выход медленный через монстр. Ninjas. Готовили нет. P250 начинает стрелять еще раньше. Выхода! Дроп на размене сыграл. Он за монстром. За колонной, вернее. Ну и с бочек тут нельзя пикать, наверное. Потому что ждут их... Оу! Дисенти должны забирать. Да, да, да. В спину в Апекс. Ликвидирует девайс Дисенти. Падает также Зимби. Вот оно включение от ингейм лидера команды BIG. Ну и, собственно, дропов в фунте также забрали. 14-14. Момент истины для FURIA. Но игра в этот раунд остаются без денег. Ну, у BIG нет такой угрозы. Они точно будут закупаться в следующем. А вот для FURIA это судьбоносный раунд. Да. Только хотел сказать о том, что идеальный момент для того, чтобы поставить паузу. Общается FURIA. Она брала тайм-аут. Второй, кстати, за эту половину. Странно, что они раньше еще не брали больше пауз, когда соперники строили камбэк, и нужно было их потушить именно в некоторые моменты по ходу этого матча во второй половине. Я еще раз выделил Апексов. Знаешь, первая половина – это провал, провал, провал. И еще раз – провал. Вторая – избавился от снайперской винтовки. И совсем по-другому заиграл. Видно, что ему гораздо комфортнее с автоматическим оружием. Сразу развязались руки у него. Действительно. 23 фрага, 2 ассиста, 14 смертей. Он Акву обходит практически в полтора раза. Будет ли агрессия от команды FURIA? Да! Почему бы не выйти на центр? ZMB. Там смог, правда, лежал. Алиапекс успевает пройти на детскую площадку. Пере. С другой стороны плент. Б занимается в зиге. И Алиапекс понимает, что это возможный пуш через центр, потому никуда не спешит. Он вообще один. В то время, как его тиммейты квартетом занимают катушки под точкой B. Тут два игрока на монстре у команды BIG. Вернее, FURIA. FURIA. FURIA, кстати, одного оставили на зиге. Ну и втроем готовы защищаться на точке B. Нет, FURIA перетягивается. Он понимает, что нужна, наверное, помощь там. ZMB, который был один. Пока дефолтные позиции закрыты у команды из защиты. Только один FURIA в зиге. Так, смотри, что там происходит. Дым на туалет, и коктейль Молотова по ступеньке. Ninja спадает от ND. PrimeTabs подловил еще и дропа. Ой-ой-ой, рассыпались бразильцы. Два в пять ситуация с ZMB и Destiny. Но эти парни должны уже отправляться на сейв. Но как играют BIG Academy? Посмотри. После трех минусов они просто остановились. Лапекс через туалет и постараются занять позицию Апланта. И это будет, ну, выход на то, чтобы полностью обезоружить ребят из FURIA. Изумительно. Это та ситуация, где MB будут загонять, конечно. Ну, Лапекс там все время находился где-то в центре. Так вот, хотел сказать о том, что это та самая ситуация, когда ты сначала пытаешься играть в свой CS. То есть я сейчас говорю о FURIA Academy. Агрессия, постоянные выпады, супербыстрые перетяжки и все такое. Когда у тебя перестает работать, ты уже такой, а, может быть, стоит все-таки закрыто. А закрыто не получается просто потому, что ты так не привык, возможно. Вот как сейчас даже в этом раунде. Смотришь на позиции, и все они шаткие оказываются. Потому что в какой-то момент, наверное, кто-то из них захочет все-таки пикнуть. Как-то сыграть агрессивно. Но Destiny так и не засейвил себе снайперскую винтовку. Это печальная история, печальная концовка в итоге. Этого раунда мы сейчас будем смотреть 30-е. И что у FURIA Academy по деньгам? А финансы поют романцы. У большинства там только дроп может закупиться более-менее. И то там 4-450, а не тот набор, который ты хотел бы себе иметь. А B.I.G. готовы показать один из лучших камбэков в нашем турнире уже? Да. Да. И еще раз да. Ну вот, возможно, именно сейчас наступает тот момент, когда FURIA должна вспомнить и быть верна своему стилю. То есть не пытаться играть в игру, которая полностью устраивает B.I.G., а действительно взять инициативу в свои руки. Продавить, поджать, ворваться под флешку, сделать все что угодно, чтобы заставить бегов чувствовать себя некомфортно. Вообще, такое ощущение, что B.I.G. все сейчас устраивает, как бы не играли FURIA. Те, очевидно, сильно просели по морали. Даже вот сейчас смотришь на их лица. И очень хочется верить, что есть план, по которому они сейчас могут выйти на допы на этой карте. Все-таки это оверпасс. Всегда праздник, когда смотрим игры на нем. Переа, красиво. Заслайдил под B. Будет пушить дальше. Там флешка будет какая-то, саппортищая тиммейта. Ой-ой-ой, Аква, как хорошо стоит. Да, там Смог хороший, который позволяет ему смотреть сетку, но вот будет выход или нет. Переа читает его! Убивает 5-4. Тут же должно быть решение от Б.I.G. Давайте послушаем их. Я не вижу тебя. Я пойду на партии, да? Может быть, будет пушечка. Паспортируйте. 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 Да, я сейчас у меня. Паспортируйте. Паспортируйте. Да, если он уйдет, то есть супер тайминг. Я все-таки у нас. Партируйте. 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 Наша информация не прос Vault. Он спам. Дядя Бихан сказал, что подушил в немецкий и после этого... И он ответил. Но пока только приедет. Мы контракт на пол. А, там в прямую, с realization. Кон. Мы контракт на пол. Дряк, я думаю. Драк. Драк. Драк двоя. Драк. 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 Драк, драк. Полон, БКУ, Зайдем. Молл, Смок, Банк. Есть одна часть, ты садишься, вы можете сдать. Паразь. Не, не, там Банк, наверное. Я смоку. Ласшу, Банк, верь. Ласши рунта, Лука. Ласши эти линк. Банк, Дон. Пастус, наверное, там еще один. Молл, Банк, я спрошу. трюс мене в choose китова это победа бейджи про бро говорю просто идеально бро просто идеально изгу